Добрый день, уважаемые болельщики! Это увлекательная игра. Игра, которая открывает чемпионат России высшей лиги А. Первый тур для нового выступления высшей лиги А. Это немножко в новинку. Академия Казань уже давно играет в этой лиге. В 2015 году фарм-клуб казанского «Зенита» пробился. В эту лигу. И здесь он представляет Татарстан. Лучшее место у этой команды до сегодняшнего сезона было шестое место. Посмотрим, как сложится у команды этот сезон. Выходят игроки на площадку. Стартовая шестерка у Академии Казань выглядит следующим образом. Первый номер Арсений Воронов. Второй номер Владимир Откидычев. Дальше на площадку выходит Николай Манжосов, Владимир Купряшин, Сергей Костров и Роман Романовский. В таком сочетании начнут эту встречу гости. А теперь пришла очередь Новокубышевской «Нове» занять свое место на игровой площадке. Под номером вторым выходит Алексей Лобузенко, номер седьмой Фанур Каюмов, номер восьмой Александр Чифранов, номер одиннадцатый Виталий Пархоменко, пасующий игрок Новы, номер шестнадцать Матвей Захаров и номер восемнадцать Денис Шенкель. Должен я, конечно, сказать, что команду Академию Казань тренирует Александр Николаевич Серебренников, команду Нову тренирует Максим Викторович Вореженков. Ну, можно сказать о том, что Ново начинает этот матч с сильнейшей своей шестеркой. Видим мы сейчас на площадке опытнейшего игрока Александра Чифранова, тридцать год капитану команды, диагональный. Большой опыт выступления в командах Суперлиги. Наверное, мало кто может похвастаться таким опытом в играх в высшей лиге. Тем не менее, согласился Александр остаться после прошлого сезона в Нове, воспитанник новокубешевского волейбола, поэтому решил помочь своему городу и возглавляет теперь в роли капитана Нову. Также на площадке у Новы из прошлого сезона остался Денис Шенкель. Здорово для себя Денис провел прошлый чемпионат Суперлиги. Начал немного неуверенно, но концовку чемпионата заявил о себе как о лидере команды и стал самым результативным игроком Новы в прошлом сезоне. Но это уже, можно сказать, история. Сейчас Ново по субъективным и объективным причинам выступает высшая лига. Штурмует этот чемпионат. А чемпионат, надо сказать, не менее интересный, чем Суперлига. Возможно, что Суперлига игроки, конечно, прямо, можем говорить, с классом чуть-чуть повыше, но по напряжению, по борьбе высшая лига, наверное, где-то и превосходит Суперлигу. Где все-таки есть градации по классу, есть команда первой шестерки, которая, ну, в 90% выигрывает свои матчи у команд из нижней шестерки, так это скажем. То высшая лига, любая команда может в любое время выиграть у своего соперника. И многие специалисты отмечают, что в начале сезона высшая лига практически невозможно определить. Кто же, кто же будет лидером, кто будет претендовать на первые места, потому что, как правило, у всех играет молодежь, достаточно не обкатанная. Есть, конечно, ветераны, есть игроки, которые являются неким локомотивом для команды. Таких, как я сегодня уже говорил, Александр Чифранов. И борьба, борьба должна сложиться. В том числе и у Новы за каждый матч. Первый этап, надо попадать в шестерку. И, в общем-то, Новая, судя по первым минутам этой встречи, достаточно уверенно начала и пытается, пытается решить задачу уже в первом матче. Три-четыре. Пока. Был счет. Сейчас на табло 5-4 впереди Академия. На подачу вышел Александр Чифранов, обладающий мощным ударом при вводе мяча в игру. Посмотрим, как это получится на этот раз. Уверенно, Либер и Казанцев принял прием. Игра первым темпом. И от блока мячик улетает за пределы площадки. Не успел вернуться Александр Чифранов на свою позицию. Задевает Пархоменко рукой сетку, когда пытался сыграть на переходящем мяче. И уже 7-4 Академия выходит вперед. На подаче был Николай Манжосов. Мяч от троса свалился в площадку. И уже 8-4 гости. Организовывает себе небольшой задел. На этот раз ошибается. Хотя метил в ту же точку, что и в предыдущий раз. Но не всегда получается так, как хочется. Денис Шенкель. Отыграл в защите Александр Чифранов. С отведенного мяча против тройного блока. Удачно нашел руки блокирующих. И зарабатывает шестое очко для своей команды. По-прежнему на подаче Денис Шенкель. Аут. Нет. Нет. Главный судья показывает, что мячик... Садел площадку. 7-8. Сокращается разрыв. Новая после такого не очень собранного начала. Ищет свою игру. И находит ее. Уже 8-8. Вторая подача Дениса Шенкеля. Заставляет ошибиться Академию. Переходящий мяч. Уверенно Матвей Захаров отправляет в площадку соперника. На этот раз Казань с приемом справилась. И, конечно же, Николай Манжосов. Сколачивает удобный мяч. И везет на свою игру. И везет на свою игру. Тем временем Владимир Аткидычев подает. Прием от Матвея Захарова. И он же пытается закончить эту комбинацию. Но не справляется с двойным блоком Казанцев. На подстраховке Фанур Каемов. Не поднял этот мяч. И Академия восстанавливает свой разрыв. 10-8. Ошибается на подаче. Владимир Аткидычев. Да, вот такая разведка боем происходит сейчас на площадке. Обе команды пытаются агрессивно себя вести во время подачи. Отсюда много достаточно ошибок. Удары в трос. И вот. Удар первым темпом. Не смог закрыть кистью. Игрок во время удара по мячу попал не очень удачно. И за пределами площадки оказывается желтый снаряд. Вторая попытка у Романа Романовского. На этот раз удачно. И Роман продолжает подавать. И опять ошибка у Академии. Достаточно много ошибок в начале этой партии. Ну, в общем-то, наверное, это неудивительно. Первая игра. И хотя у Нова был опыт турниров в этом сезоне, команда сыграла на Кубке Победы, посвященной 75-летию Победы Великой Отечественной войне. Владимир Купряшкин. Не попадает Александр Чифранов ни в площадку, ни в блок соперника. Поэтому мяч передается казанцам. Продолжает Владимир Купляшкин вводить мяч в игру. Еще одна попытка Александра Чифранова. На этот раз удачно. И Матвей Захаров. На подаче. Удачно в этом эпизоде сыграл Алексей Лобозенко. Ну вот, небольшая такая ситуация бывает. На тренерской скамейке Ноу случайно задели кнопку для таймаутов. Извинились. Сказали, что это было случайно. Ну вот, повторная комбинация, повторная комбинация. Алексей Лобозенко вновь переходящий мяч и вновь удачно. На этот раз мячик, правда, и вылетел за пределы площадки. Но дотронулся рук блокирующих казанцев. И уже на табло 15-13 продолжает подавать Матвей Захаров. Первый темп. Еще одна попытка у Новы. Показывает главный судья, что Александр Чифранов задевает руки блокирующих Академии. Но гости делают недоуменные лица. Говорят, что ничего подобного. Этого не было. Но судья, наверное, все-таки виднее. Он находится на высоте. Ну вот, только-только ошибка Матвея Захарова позволила казанцам сняться с его подачи. 14-16 на подаче Сергей Костров. Драгунов четко принимает этот мяч. И ошибается, ошибается. Игрок Новы. Техническая ошибка. Не смогли казанцы достаточно с уверенного мяча забрать. Заработали Человечко. А вот Денис Шенкель оказался более удачливым. Вколотил мяч с таким восторгом, даже, наверное, можно сказать. Самому понравился ему этот удар. Отметил он эмоционально этот мяч. Но вот Новы вновь теряет подачу. И снова это ошибка. Приводим мяча в игру. Ошибается и Казань. Алексей Кобелев. Продолжается череда ошибок. На этот раз Александр Чифранов попадает в сетку. Мяч переходит к сопернику. Первый талант. Темп. Фанур Каюмов. По-моему, это первый раз задействовал Пархоменко своего блокирующего именно Фанура Каюмову на первом темпе. И с таким удовольствием Фанур заколотил этот мяч. Отпраздновал эмоционально свое первое очко. Достаточно спорная ситуация. После удара Владимира Откидовича посчитал, что судья... Судья посчитал, что мячик коснулся блок. А с моей позиции было ощущение, что он даже не перелетел площадку. По тросу прокатился. Тем не менее, в следующем розыгрыше казанцы ошиблись. Коснулись сетки и мячик заслуженно передали Нове. Ну, блестящий, блестящий удар Дениса Шенкеля на технику. Не сильно, не слабо. Именно в том месте, в которое задумал. 21-17. 21-17. Новая к концу партия сделала заявочку на победу. Не стал продолжать смотреть на эти события. Главный тренер Казанцев взял первый тайм-аут в этой встрече. Попытается он рассказать своим игрокам, как изменить ход борьбы. Как попытаться спасти эту партию. Денис Шенкель показывает разнообразие своих подач. Но на этот раз в фанур. Каюмов не справился с нападающим ударом Казанцев. Мяч от его рук улетел за пределы площадки. 18-21. Владимир Откидович на подаче. Драгунов Либера-Нова справляется. И Матвей Захаров приносит 22-е очко команде. 22-18. И здесь встречи. Показывает судья, что мяч ударился за пределами площадки. Но игроки Академии апеллируют к судье и говорят, что мяч коснулся блокирующих Новой. И после консультации со вторым судьей, главный судья, принимает решение, что это очко отдается фарм-клубу Зенита Академии Казань. Таким образом, на табло загорается счет 19-22. На подаче Роман Романовский. В общем-то, для Казани еще ничего не потеряно. Все самое интересное в этой партии только начинается. Драгунов справляется. Не очень университет Шенкеля. Первый темп. Алексей Лобезенко. Лобезенко приносит 23-е очко своей команды. И на подачах у Новой Пархоменко. Связующие команды. Первый сезон за Новокубишевскую Нова у этого игрока. Первый сезон за Новокубишевскую Новой Пархоменко. Но, тем не менее, мяч был переброшен на сторону Казанцев. А те уже с достаточно благоприятного положения реализовали свою атаку. Сократив отставание до двух мячей. 21-23. И теперь уже Максим Выреженков берет тайм-аут. Сократив отставание до двух мячей. Сократив отставания до двух мячей. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Продолжает подавать Владимир Купряшкин. Матвей Захаров. Блокаут. Очень важный мяч для хозяев площадки. Три сетбола у Новы. Три сетбола продолжает Матвей Захаров работать с мячом. На этот раз он подал. Драгунов попытался спасти этот мяч, но в приеме после мощнейшего удара Владимира Откидычева отправляет мяч на трибуны. Сергей Костров. Денис Шенкель приносит победу команде в первой партии. 25-22. Команда меняется сторонами. У Казанцев Владимир Купряшкин вводит мяч в игру. Александр Чифранов не смог скинуть мяч до пола. Еще вторая попытка. И опять у Александра дает возможность. Связующее Новы войти в игру Александру Чифранову. И он сегодня действует достаточно уверенно. На вскидку, наверное, у него сейчас процентов 60 реализации атак. Был удачен Александр, капитан команды Новая. И в этой атаке, которая вывела Нову вперед 1-0. Страховал Пархоменко свой блок. Но с достаточно сложной ситуацией. Мяч все-таки улетел на трибуны. Не справился с данным моментом наш связующий. Но ничего страшного. Партия только начинается. В любом случае мы можем ответить, что команда Новая ведет борьбу. Борется за каждый мяч. Пытается играть надежно. В том числе и защите. Вот еще одни удачные действия команды на блоке. Но, к сожалению, с достаточно сложной позицией пришлось Александру Чифранову обрабатывать этот мяч. И в итоге он так и не перелетел. Мяч на территорию соперника. 2-1. Казань выходит вперед. Ну вот. Все встает на свои места. Александр Чифранов призывает свою команду играть дальше. Алексей Лобузенко на подаче. Планер. Ну, с таким усердием. Алексей, блокирующий Новая, попал по этому мячу. И хотя траектория мяча была достаточно замысловатой, но тем не менее он достаточно далеко улетел за пределы площадки. И у принимающих Казани не было раздумий. Брать, не брать этот мяч. А тем временем Александр Чифранов продолжает набирать очки в этой игре. И сам же отправляется на подачу. Эйс. Эйс. Шенкель на приеме. И теперь уже в атаке. Достаточно неудобный мяч. Но тем не менее... Мяч перелетел на сторону казанцев. А казанцы смогли заработать очко. Не упустив свой шанс. Повторяется сценарий первой партии. В начале Казань выходит вперед. Денис Шенкель пробивает блок гостей. 4-5. Новая, в общем-то, на данный момент контролирует игру. Не выпускает соперника далеко. Мяч-мяч. Все происходит. И вот Денис Шенкель заставляет, в общем-то, ошибиться. Казань в атаке. Выбитый прием и техническая ошибка. Давай Манжосова. Очередные трудности в приеме после подачи Дениса. Подстраховывает Александр Чифранов. И Матвей Захаров атакует. Казань справляется. И Пайп закрывает тройной блок. Не удалось Сергею Кострову удивить защиту Новы. Были готовы к такому повороту событий блокирующие хозяев площадки. Заслуженное очко, которое выводит Нову вперед. 6-5. Ничего страшного. Денис рискует. И этот риск сегодня приносит пользу для команды. Можно один раз и не попасть в площадку. Чуть-чуть не сыгрались Каюмов и Пархоменко. А вот Зенит. Фармклуб Зенита Академия Казань. Своим шансом воспользовался сполна. Ответив точно такой же комбинацией. Игрой первым темпом. И вот после этой не самой удачного пасса Максим Выреженков решил заменить своего связующего. На площадку вышел Михаил Никифоров. Молодой игрок. Будущая Надежда Новая. 2003 года рождения. 17 лет игроку. И вот пока некоторые сложности в игре Новая мы видим. Не точный второй пасс. Матвей Захаров из сложнейшей ситуации пытался переправить мяч на сторону соперника. Но задел антенну. И согласно правилам соревнований мяч отдали казанцам. Тем временем Никифоров повторил комбинацию с Каюмовым. Первый темп на этот раз сработал. Наверное, главный тренер Новый выпустил нового связующего на площадку, чтобы улучшить игру именно в этом ключе. Первый темп достаточно. Грозное оружие в составе любой команды. А пока Зенит набирает очко. Николай Манжосов нашел руки блокирующих Новая. 9-7. Гости впереди. Блестяще, блестяще сыграл 17-летний парень. Перевисел, перетолкал этот мячик против достаточно высокорослого и мощного игрока Академии. Что ж, большой плюсик нашему пасующему. Подает Михаил. Александр Чифранову не удалось переиграть двойной блок Казани. Но и, честно говоря, надо сказать, что положение, из которого атаковал Александр Чифранов, было не самое удобное. Перекрывал блок все направления. А что-то сделать другое, в общем-то, угол не позволял. Ну вот, когда есть подход, когда есть пауза, когда Александру удобно, то редко какой блок может его остановить. Нашел он слабое место в четырех руках соперника. Пробил их и мячик упал на площадку Академии. Не менее удачно действует и Сергей Костров. Также тройной блок пробивает. Зарабатывает 11 очко для своей команды. Достаточно равная борьба на площадке. Наверное, такую борьбу можно будет увидеть в каждом матче высшей лиги А. Потому что команды достаточно равные. Все претендуют на высокие места. Наверное, по первому туру и особо не скажешь, кто фаворит турнира, кто аутсайдер. Пока у всех шансы равные. Как по набору игроков, так, в общем-то, наверное, по амбициям. Тем временем Александр Чифранов, вы видели, сокращает отставание. Но Академия, Академия зарабатывает 12 очко и сохраняет преимущество в 2 очка к середине этой партии. Первый темп Акаюмова от Акаюмова. Но на этот раз справились казанцы. Справилась Нова тоже в защите. И Александр Чифранов. Зарабатывает 11 очко команды. Но стоит в этом эпизоде отметить все связующего. Новая. Михаила Никифорова. Неожиданный пас за голову. В общем-то, можно сказать, что не очень была блокирующая линия казанцев. Академия к этому готова. Но Александр Чифранов сделал свое дело. Денис Шенкель искал руки блока соперника. Но, к сожалению, для Новой не нашел их. Мяч улетает за пределы площадки. 13-11. Борьба продолжается. Денис Шенкель. С таким удовольствием с оттяжкой приложился к мячу. А вот подать не удалось. Пытался укоротить он подачу. Не получилось. Фанур Каемов вводит мяч в игру. Поспешил, поспешил. Михаил Никифоров. Неплохо Нова отстояла в защите. Но вот завершающий удар не удался молодому пасующему. Очень хотелось, конечно, ему набрать первое очко в этой встрече. Но немножко не закрыл кистью мяч. Не попадает и Александр Чифранов. Что дает возможность Академии увеличить свой отрыв до трех мячей. 16-13. Задевает. Задевает Михаил Никифоров руками сетку. И судья показывает, что подача остается у Академии. Тем временем 17-13. 4 очка разница. Ошибается Роман Романовский. Что ж, наверное, самое время организовывать погоню. Нове. Но пока это не получается сделать. Ошибка на подаче. Неудобно было Александру Чифранову атаковать в этой позиции. Ограничился он перекидыванием мяча на чужую сторону. А вот Казань получила возможность на плановую атаку. И комбинация удалась. Реагирует Максим Вариженков, главный тренер НОВА, на события на площадке. Обратная замена. Вновь появляется Пархоменко. Виталий, который на площадке. Удачное действие от Александра Чифранова. На подаче Матвей Захаров. В защите Захаров отработал. Денису Шенкеля подстраховка. Еще один раз неудобного положения. Еще раз Драгунов в защите. Не получается, не получается. Но, тем не менее, МНОВА борется, старается. И удается Академия заработать в этом моменте. Игровое очко. Длинный розыгрыш мы видели. Неплохо НОВА отыграл в защите. Но вот свои действия в атаке не принесли ей успех. И 20-15. Пять очков разницы. На подаче Казань. Ошибка. Выпускает на подачу Максиму Вариженку. Молодого игрока. Егора Кальмана. Левша. 17 лет парню. Обладает мощной силовой подачей. Что, в общем-то, он и продемонстрировал. А вот в подстраховке не самое удачное действие Егора. Обратная... Прошу прощения, это был не Егор. Обратная замена. Справился, в общем-то, со своей задачей. Егор Кальман подал. Достаточно мощно. Было затруднение у Академии. Но гости справились с этой ситуацией на площадке. Заработав 21 очко. Ну, ошибается Пархоменко. Техническая ошибка. 22-16. И... Ново берет тайм-аут. И... Немножко не получилась игра связующих во второй парте. Видели мы, что много раз приходилось нападающим игрокам атаковать из неудобной позиции. Или даже просто перебрасывать мяч на чужую сторону. Но, наверное, главный элемент, в котором уступила Нова во второй парте, отсюда и счет такой. 22-16 Казань ведет. Достаточно серьезная заявка на победу во второй парте. Продолжает Казань увеличивать отрыв. На этот раз подача Дениса Литвинова. Оказалось очень сложной в приеме. Дан свисток. Отдает судья мяч Нове. Оказывается, что мяч попал за пределы площадки. При этом рук блокирующих не задел. Александр Чифранов. Ошибается. 17-24. Сетбол. У Академии. Первый темп. Фанур Каюмов. Один сетбол отыгран. Еще надо отыграть 6. Чтобы спасти эту партию. Но Денис Шенкель ошибается на подаче. 25-18. Академия выигрывает вторую партию. Счет в игре сравнивается. 1-1. Дает возможность своим основным, если так, конечно, можно сказать, игрокам втянуться в процесс, набрать игровую практику. Почувствовать игру. 1-0. Видим мы, что Академия не изменяет себе. Третья партия начинает выходить вперед. На этот раз далеко уйти не удалось. Хотя Матвей Захаров ошибается на подаче. Ну, блестящий удар Дениса Шенкеля. Видел он, что против него выпрыгнул тройной блок. Не стал он пробивать на силу. А технично послал мяч в пустое место на площадке. Побежать! 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 Какая-то ситуация возникла. Что-то увидел второй судья. Ну, по-моему, ситуация была достаточно явной. Ну, какие-то, наверное, технические моменты обсудили. Судьи, мяч по-прежнему у Новы. 2-2 на площадке. И ошибается Алексей Лобузенко. Желтая карточка. Показан игроку Академия. Не увидел я, что произошло. Арсений Воронов на подаче. Ошибается Казань. Смягчает блок. Новый удар Академия. Задевает игрок Казани с сетки. С сетку. И мяч отдается Нове. 4-3. Она выходит вперед. На подаче Александр Чифранов. Я очень сильно поставлю. И ошибается, ошибается. Видим мы большое количество ошибок у обеих команд на подачах. Игроки рискуют. И не все в первом матче у них получается. Денис Шенкель. Блестяще зарабатывает. Пятое очко для своей команды в этой партии. Сам же он идет на подачу. Подымает из сложнейшей ситуации Ново этот мяч. Еще одна попытка играть первым темпом. На этот раз Александр Чифранов. Но два подряд удара Ново. Третий удар. И Казань в защите блестяще играет. И на этот раз Александр Чифранов. Я уже сбился с счета. С четвертой или с пятой попытки. Зарабатывает этот очень важный мяч. 6-4. Дают такие мячи вдохновение команде. Подстегивает ее эмоционально. Ошибка на приеме. Матвей Захаров. Казань тащит. Блок работает. И на этот раз мячик после касания рук блокирующих отправляется далеко за пределы площадки. Но тем не менее Казань зарабатывает. Пятое очко в этой партии. И Сергей Костров вводит мяч в игру. Закрыли Александра Чифранова. В подстраховке у Дениса Шенкеля мяч пролетел в очень... по очень неудобной траектории. не смог он помочь своему партнеру. 6-6. Матвей Захаров против тройного блока разбирается так, как надо. Фанур Каюмов. Силовая подача у блокирующего Новы. Шикарный удар. Казань спасает мяч. И у Новы есть шанс провести атаку, которая... которым они великолепно и пользуются. Первый темп. Алексей Лобузенко вколачивает мяч под третий метр. Еще одна мощная подача Фанура Каюмова. В защите, в защите. Новы не поднимает этот мяч. Казань удачно атакует. Новы 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 Поднимают мяч Казань после удара Александра Чифранова. Блок. Но вот мяч ударился о голову Матвея Захарова и свалился на площадку. Ошибка при подаче Михаил Никифоров введет мяч в игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Судья подзывает капитана Академии, призывает игроков вести себя более сдержанно, менее эмоционально. И к тому же просят сказать запасным игрокам, которые находятся в квадрате, чтобы они не выходили на территорию площадки, а разминались в отведенном для этого месте. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Чифраунов Хочется отметить игру либера нашей команды Григорий Драгунов. Новичок Новый. Очень удачно вписался в коллектив. Показывает хорошую игру. Посмотрим мы потом статистику. Думаю, прием у Григория на самом высоком уровне. Тем временем техническая ошибка у Академии. Матвей Захаров. Мощная подача. И закрывают Александра Чифраунова. Не стал Алексей Лобузенко атаковать по переходящему мячу. Наверное, это тренерская установка. Разыграть мяч наверняка. Но вот, к сожалению, не удалось это сделать в этой ситуации. А тем временем казанцы ошибаются на подаче. Отрабатывают в защите. Атакующие удара не получатся. За голову. Блестящий пас. На Дениса Литвинова. Против одиночного блока. Денис сыграл уверенно. И заработал 11 очко для своей команды. Денис сыграл. Денис сыграл. Не попадая в площадку Александр Чифраунов. Денис сыграл. Денис сыграл. Удивительная ситуация. Продемонстрировал Денис Шенкель умение играть с обеих рук. Очень узко был мячик и пришлось Денису с левой руки атаковать. И это у него получилось блестяще. А вот подача улетает за пределы площадки. Смягчает блок Казанцев удар Александра Чифранова. А вот блок новый отрабатывает на 100%. Фанур Каюмов зарабатывает очко для своей команды. Очень важная. 15-13. Видим мы, что на площадке равная борьба. Очень интересная борьба. Каждый мяч дается соперникам с трудом. Но вот настало время и Михаила Никифорова зачехлить соперника одиночным блоком. Молодой игрок новый это сделал. И вынужден наставник Казанцев Александр Серебряньков брать тайм-аут. 16-13. 16-13. Молодой игроком. Молодой игроком. И в Блестящая подача Фанура Каюмова. Блестящая подача Фанура Каюмова. Блестящая подача Фанура Каюмова. Результаты, которые мы видим сейчас на площадке. Нова играет высшая лига этим коллективом. Ну, конечно же, с усилением таких опытных ребят, как Александр Чифранов, Денис Шенкель, Григорий Драгунов. И борются, борются, как это случилось и в этом розыгрыше. На стороне новый игрок Академии сыграл. Поэтому заслуженно мяч отдается хозяевам площадки. Михаил Никифоров подает. И Алексей Лобузенко не смог, не смог переходящий мяч переправить на сторону противника. Заблокировали его. Очень важный момент. Ошибается. Ошибается Академия. Ошибается Владимир Купряжкин. Нервы на пределе, я думаю, у игроков решается исход третьей партии. Матвей Захаров. Первый темп от Казанцев. Арсений Воронов. Действует точно, как по учебнику. Очень грозное оружие. Первый темп. Практически нет против него противодействия. Отрабатывает Казань в защите удачно. И сокращается. Разрыв в счете. Максим Вороженков берет тайм-аут. Максим Захаров. Максим Криво. Возвращайтесь к команды на площадку. Возвращайтесь к команды на площадке. Переходящий мячик. А вот подача у Алексея не получилась. Замену произвела Академия. Вместо Арсения Воренова на площадку вышел Николай Манжосов. Закрыла тройной блок Казани Дениса Шенкеля. 20-20 на табло. Сработала замена тренера Казанцев. Вот удачно подает. Подавал Николай. Но вот во второй подаче допустил ошибку. И вернулся в квадрат. Ошибается Александр Чифруанов. Продолжается череда ошибок. На этот раз не лучшим образом сыграл Денис Литвинов. Не стал рисковать Денис Шенкель. В данной ситуации подал надежно. Блок Новый отработал. Еще раз отработал. И снова. В эту же зону посылает связующий Академии мячик. И с третьей попытки. Владимир Откидочев добивается успеха. Переиграл сейчас спасующий Новый. Распался тройной блок. Побежал один игрок на другую сторону. И против двойного блока Казань уже была более рациональна и удачлива. Тем временем Новый отыгрывает один мяч. Фанур Каюмов на подаче. 23-22. Рискнет Фанур? Да. Достаточно удачно сыграл. Поднимает Нового в защите. Матвей Захаров. Александр Чифранов касается блока. Блока Казанцев. И зарабатывает очень важное очко в этой партии. 24-22. Судья без сомнений показал в сторону Новый. Да, и Академия, в общем-то, не спорила в этом эпизоде. Касание было. Фанур Каюмов продолжает подавать. Выбитый прием. Атаки не получается. Что предпринят на Матвея Захарова. За Академию отрабатывает. Но... Но, 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 но. Для Нового этот эпизод заканчивается проигрышем очков. Академия Блестящая отработала в защите. И воспользовалась своим шансом в атаке. Тайм-аут берет Нового. 24-23 на подаче Казанцы. Академия Блестящая отработала в Академию. Роман Романовский. От его подачи сейчас многое зависит. Отрабатывает Казань в защите. Атаки не получится. Еще один шанс Александра Чефранова. И снова отрабатывает Казань. И ошибается. Ошибается игрок Академии. Тем самым Нового выигрывает третью партию. 25-23. В общем-то нельзя сказать, что действует на все 100%. Но видно, что свою игру находят. Важные моменты включаются на все 100%. И зарабатывают нужные очки. Когда-то мощным ударом. Когда какими-то... Демонстрирует. Демонстрирует линейный судья флажком, что мячик пролетел за антенной. Не попал он в бой сетки. И поэтому главный судья отдает. Мячик Нови. 1-0. Матвей Захаров на подаче. Первый темп. Первый темп. Грозное оружие. Владимир Купряжкин. Беспощаден к сопернику. Заколачивает мяч в третий метр. Денис Шенкель. По линии. Хлесткий. Быстрый удар. Мимо блока. И игроку. На задней линии. Даже не удалось пошевелиться. Сейчас головой сблокировал мяч Фанур Каюмов. Денис Шенкель. Денис Шенкель. Денис Шенкель. Мощным ударом. Зарабатывает третье очко своей команды в этой партии. Да, видим мы, что после большого количества неудач Алексей Лобузенко упростил свою подачу. И она не стала откровением для «Зенита». И с достаточно удобной позиции. С первым темпом казанцы заработали вторую очко в этой партии. И сразу же, сразу же ошиблись. Сразу же ошиблись. Рискуя на подаче. Потому что есть понимание, что с легких подач с такими краями, как у «Новы» Александр Чехранов, Денис Шенкель. В общем-то, в защите «Академия» будет действовать очень сложно. Но риск, риск это всегда. Определенный процент, заложенный на ошибку. Тем временем «Нова» 5-2 выходит вперед. Александр Чехранов на подаче. Ну вот, настало время связующих «Академию» допускать ошибки. И снова! Не самый удачный мяч. В атаке продемонстрировала «Академия». И Александр Чехранов продолжает атаковать. Ну вот, вот. То, что болельщики «Новакуйбышевска» ждут Александра Чехранова. Мощнейшая подака. Атака, прошу прощения. Мощнейший удар с атаки. И «Академия» берет тайм-аут при счете 7-2 в пользу «Новы». Не стали «Новакуйбышевска» в четвертой партии играть в кошки-мышки. С первых мячей продемонстрировали серьезный настрой. И по праву лидируют в этой партии 7-2. «Новы и директори губы» «Новы и директори губы» «Новы и директори губы» но был близок григорий другуна чтобы спасти этот мячик чуть-чуть не получилось денис литвинов вводит мяч в игру матвей захаров надежно в приеме первых фанура каюмова видим разнообразие в игре новое пытается михаил никифоров задействовать всех своих игроков в атаке но единственное возможно не так часто мы видим комбинацию пайв но наверное она и не нужна сейчас когда команда уверенно лидирует 9 3 в общем то все другие комбинации проходят держит при себе на более сложные случаи михаил никифоров эту заготовочку тем временем академия подает драгунов справляется опасно матвея захарова не очень удобное положение было матвея попытался он схитрить но мячик прежде чем коснулся рук блокирующих задел антенну и судья показал что подача будет производить академия пытался схитрить александр чифранов не получилось и в ответ денис литвинов приносит шестое очко своей команде сокращает сокращает отставание академия так что не все так просто для новой справляется с этим мячом александр чифранов показывает что он в форме что все хорошо заводят заводят своих партнеров тем временем площадку покидает алексей лыбызенко а выходит валерий чекушин главный тренер новой блокирующего удачное действие защиты новые матвей захаров закрывает удар зенита чему ему немало поспособствовал и вышедший на замену игрок валерий чекушин фанур каюмов продолжает мощно атаковать а казань ошибается мне попадают площадку 12 6 меняет меняет наставник академии александр серебряников литвинова недоволен он последним отрезком который провел игрок на площадке появился николай манжосов а вот подача фанура каюмова приносит очередное очко новые ну вот постепенно хозяева площадки забирают инициативу свои руки полностью 13 6 давление только нарастает фанур каюмов силовая подача блок работает у нова и не спасает казань этот мяч александр Александр Чифранов, отчаянная борьба команд, блестящая игра в защите. Да, первая скидка связующего в этом матче пришлась именно на этот момент. Можно сказать, что для всех она стала неожиданностью. Пытался подстраховать игрок новый этот удар, но не смог дотянуться до него. Седьмое очко. Заработана Академия. На этот раз этот балл принес связующей команды. Не попадает мяч в площадку. Ну что ж, середина четвертой партии. «Нова» 15-7 ведет. Михаил Никифоров на подаче. Такой планер, я вам скажу, не самый приятный для соперника. Но Владимир Откидычев пробивает тройной блок «Новая» и добивается успеха. Владимир Купряшкин. Матвей Захаров справляется. И первый темп. Первый темп. Валерий Чекушин зарабатывает свое первое очко в этой встрече. Все игроки «Новы», выходившие на площадку, теперь отметились результативными действиями. Ну, конечно, кроме «Либера», которому по правилам этой игры и нельзя это делать. А вот в защите немножко неудачно сыграл блок «Новы». Нашел нападающий игрок «Казани» Бреж в руках блокирующих «Новы» и заработал девятый очко. Ошибается на подаче. Владимир Откидовичев. Ну, достаточно частое явление в этой партии. Да, в общем-то, и во всем матче. Это ошибки на подачах. Чекушин. Первый темп «Казани» приносит успех. АПЛОДИСМЕНТЫ Неоднозначная ситуация. Фанур Каюмов, конечно же, при комбинации первый темп по площадке не попал, но показывали игроки, что блок «Зенита» задел сетку. Главный судья не отреагировал и отдал мяч «Казани». Но «Академия» не смогла воспользоваться своим шансом сократить отставанием. И при вводе мяча в игру ошиблась. Аут. И теперь Александр Чифранов подает. Мощная подача принесла Нове еще одно очко. 19-11. С заменой «Академии» площадку подкидывает Владимир Аткидычев, а выходит Алексей Кобелев. Александр Чифранов. Боролась, боролась снова до конца. Чуть-чуть не повезло. Александр Чифранов. Мяч не пересек плоскость в сетке. Пролетел за антенной. И на подаче «Казань» Николай Манжосов. Мощно, сильно, но не точно. Мяч попадает в сетку. 20-12. Денис Шенкель. Ведет мяч в игру. Александр Чифранов. Не стал пробивать на силу. Сыграл хитрее. Нашел руки блокирующих. И заработал 21-го очка. Очко для «Новой». И... Александр Серебренников берет очередной тайм-аут. «… Все. И... 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 Первый темп. Роман Романовский, 13-21. Ну, вы сами все видели. Удачная подача Сергея Кострова. Не справились игроки Новы в приеме. И на пустой сетке Академия провела атакующую комбинацию. Результативную подачу попало в поле. 14-21. Ошибся судья на линии. Это вызвало возмущение у главного тренера Академии. После общения с главной судьей. Справедливость восстановлена. Мячик был отдан Казани. Но ошибка Академии свела на нет все усилия гостей. По сокращению счета в этой встрече. На табло уже горит 22-15. Три мяча осталось заработать Нове, чтобы выиграть эту партию и весь матч. Казани чуть-чуть побольше надо поработать, чтобы сравнять счет по партиям. Очередная ошибка Академии. 23-15. Фанур Каюмов. Ошибается. Ну, наверное, можно с определенной долей уверенности говорить, что этот матч уже скоро закончится. Я бы хотел проинформировать наших зрителей, что тур в Новокуйбышевске только начался. Сегодня проходит первая игра из трех запланированных. Ново встречается с Академией. Завтра в это же время в 16.30 начнется встреча Академии Грозной с командой из города Грозной. А четвертого числа в то же время в 16.30 Ново уже встретится с представителем города Грозной. С одноименной командой Грозной. Вот так вот приходится повторять одно и то же название много раз. Такое бывает. Приглашаем мы всех болельщиков на Игры Новы. Конечно же, вход зрителей ограничен до 20% от возможностей Фока Октан. На вскидку это где-то около 140 болельщиков. Но я думаю, тем счастливцам, которые придут в Октан пораньше, удастся понаблюдать интереснейшую борьбу. Новая против Грозного. В этом сезоне, что является таким достаточно интересным фактом, команды уже встречались. Это происходило в рамках Кубка 75-летия Победы в Грозном. В своем первом матче открытия Новая уступила хозяевам в пяти партиях. Поэтому думаю, что ответ на игра в Новокуйбышевске будет не менее интересной. Нас ждет, не побоюсь этого слова, зажигающий волейбол. А пока подходит к завершению первая игра первого тура Высшей Лиги А. Предпринимает Академия нечеловеческие усилия, чтобы спасти эту партию, сократив отставание в счете уже до 4 очков. 20-24. 11 номер Академии. Но Матвей Захаров! Матвей Захаров завершает! Этот матч Победы Новые 25-20 и 3-1. Победа Новые. Команды не поздравляют друг друга. Дружеских рукопожатий в конце матча нет. Внес свою лепту в эту традицию коронавирус. Но, тем не менее, дружно аплодируем друг другу. Спасибо за внимание. Ждем вас 4-го числа. На трансляции матча Ново-Грозный. Всего хорошего. Удачи!